Расскажите, как вы здесь попали в это... Это у нас... Да, кто вы и что вы здесь представляете? Меня зовут Дмитрий Калинин-Клейнов, я пишу под представлением Дима Клейн. Я на эту выставку перевез замечательную книжку, которая называется «Двойник президента». Помимо всего прочего, я являюсь обладателем двух золотых перьев в России и рядом других премий. И поэтому вот эта книжка, она, в общем-то, уже имеет некоторую репутацию на интернете и продается на Амазоне. Вот она впервые была отобрана для представления на выставке «Букомерка 2.0.30». Эта книга, как мне кажется, рассчитана на очень широкого читателя. Это юмористическая, такая ситерическая повесть о двух братьях-близнецах, один из которых, может быть, вам напомнит президента Путина, а другой, может быть, напомнит его воображаемого брата. Там же есть любовная история, поэтому там очень много приключений. Это такой, по сути, сценарий для кино. Читается очень легко, там даже есть картинки. Поэтому вот с удовольствием почитайте эту книжку где-то в метро или в поезде или еще где-то. Я вам скажу честно, что те, кто ее читают, дочитывают до конца и смеются. И смеются не над автором, а смеются над тем, что там написано. Вот поэтому мне не только не стыдно ее вам предлагать, но я с удовольствием просто ее рекламирую и всячески призываю ее почитать. Я очень благодарен продюсерскому центру Александру Гриценко, потому что это первая деловая инициатива, которая серьезно интересовалась продвижением, в частности, моей прозы. Потому что я как больше представлен на интернете и в ряде изданий, ну, Канады, США, Австралии, Новой Зеландии. Также я публикался в Москве. Но, как вы понимаете, для людей, которые пишут, их сейчас миллионы без преувеличения. И чтобы хоть как-то обозначить себя на этом рынке, нужно прилагать серьезные усилия. Поэтому я очень благодарен вам за такую возможность и благодарен любым американским бизнесам, которые помогают друг другу жить, выживать, наслаждаться жизнью и дышать полную грудью в США. Да, спасибо. А как вы первые разы на выставке или на книжной? Больше сказал, я первый раз в Нью-Йорке, я живу постоянно в Денвере, штат Колорадо. А в Нью-Йорке я первый раз, и сразу такая приятная возможность попасть на выставку. Но, конечно, я бывал на подобных мероприятиях. В Лондоне, например, на международном фестивале Пучкина, где я был финалистом, при посольстве России. Но также я бывал в ряде подобных. Вот ваше впечатление, что здесь лучше, что здесь хуже, а что лучше, так скажем? Знаете, мне здесь все очень понравилось. Во-первых, сразу видно, что Нью-Йорк – это действительно большой город, с представимостью с Москвой, с Мекки, с Мекки. Здесь очень деловая атмосфера, люди двигаются, люди общаются, люди реально что-то хотят сделать. То есть я хотел когда-то сказать, что мне здесь больше всего нравится, что при том, что организовано все очень хорошо, сюда люди приезжают реально работать, реально делать какие-то дела, встречаться, общаться. То есть это деловое предприятие. А откуда вы сюда прилетели? Из Денвера, да? Я прилетел из Денвера, Колорадо, да. И, в общем, первый раз в Нью-Йорке, первый раз на такой выставке. Но был на похожем мероприятии в Лондоне. Там, конечно, все гораздо более солидно, чопорно, спокойно. Нет такого энтузиазма, нет такой энергетики. Совсем другие люди. Поэтому в этом смысле Нью-Йорк имеет свое лицо. Вот так, как я себе представлял, вот он точно таким оказался, что мне очень приятно. Окей, а как долго вы в Денвере живете? В Денвере я живу уже 8 лет. Вот, поддерживаю 3 гражданства, американская, новозеландская и российская. В Денвере приехал по делам. Мне там очень понравилось, я решил там остаться. Вот, и... А вообще, как вы себя чувствуете в Денвере иностранцам, иммигрантам, русским за рубежом или полноправным Денверсам? Ну, пожалуй, полноправным Денверсам, потому что в Денвере вообще не очень много иммигрантов, сравнительно, скажем, с Нью-Йорком. Это такой более традиционный средний запад. Люди очень доброжелательные, очень открытые, спокойные. Но это богатый штат, то есть там хорошая такая традиция спокойных, уверенных в себе людей. Поэтому и к иммигрантам отнято есть очень спокойно, дружелюбно и никак не подчеркиваю того, что ты иммигрант. И поэтому я себя чувствую там совершенно своим человеком. Это вы приехали по делам, связанным с книжками вашими, да, или так? Да, а сюда меня пригласил вот продюсерский центр Александр Гориценко. Вот, и, по сути, дело для меня это повод познакомиться с Нью-Йорком и одновременно предложить свои книги русскоязычные читать. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо.